Нефтегазовая промышленность Нефтегазовая промышленность Сборные коллекторы Трубопроводы для транспорта нефтегаза и воды Оборудование для хранения нефтегаза Например, резервуары и газгольдеры Нефтезаводское Нефтехимическое оборудование И многое другое В результате коррозии происходит разгерметизация оборудования и трубопроводов Что может привести к потере сырья Простое оборудование Пожару и взрыву Загрязнению окружающей среды Коррозия Коррозия – это разрушение твердых тел Вызванное взаимодействием Их с внешним сведом Различает более 20 видов коррозии Атмосферную Грунтовую Морскую коррозию Шелевую Контактную Избирательную Питинговую Или почечную коррозию И ряд других Термин коррозия происходит от латинского Коррозия То есть разъедание Основная причина коррозии Это термодинамическая неустойчивость металлов в различных средах При данных внешних условиях Термодинамика дает исчерпывающие сведения О возможности или невозможности Самопроизвольного протекания коррозионного процесса При определенных условиях Сам коррозионный процесс протекает на границе раздела двух фаз Металл и окружающая среда То есть является процессом взаимодействия жидкой или газообразной среды с металлами При этом очень большую роль играет в каком состоянии находится металл Является или его структура Особенно структура поверхности однородной или неоднородной В зависимости от этого термодинамическая энергия Которая может быть израсходована на коррозию Очень сильно отличается Кроме того, очень важно Действует ли на металл при этом механические нагрузки различной природы Если они действуют, то они существенным образом ускоряют коррозию И могут приводить к очень неприятным и тяжелым последствиям для металла Среда, которая окружает металл и контактирует с ним Также играет очень большую роль Поскольку от ее состава существенным образом зависит взаимодействие этой среды с металлом и скорость коррозии Для изучения механизма коррозии и установления закономерностей взаимодействия электролита и коррозионной среды с металлом Нужно знать много факторов Один из основных факторов – это структура металла Без знания структуры металла невозможно изучить механизм процессов, которые происходят при контакте металла с коррозионной средой Необходимо также знать состав коррозионной среды, ее свойства И только после этого можно изучить то, что происходит на поверхности металла в ходе коррозии Это сложные процессы, которые можно подразделить на несколько разновидностей Если коррозия происходит в газовой среде, это газовая коррозия, протекающая по химическому механизму Если взаимодействие происходит электролит или коррозионная среда с поверхностью металла То это электрохимическая коррозия, которая происходит по законам электрохимической кинетики Под химической коррозией понимают разрушение металлических материалов под воздействием коррозионных сред, не проводящих электрический ток Например, кислород, диоксид углерода, диоксид серы, нефть и продукты ее переработки. Подобные среды встречаются не так часто. Чаще всего агрессивным компонентом среды является кислород воздуха при высокой температуре, а это гораздо выше 100 градусов Цельсия, который вступает в химическую реакцию с металлом. Поэтому в литературе при описании химической коррозии рассматривают процесс окисления металлов кислородом воздуха. Таким образом, при взаимодействии металла с кислородом, последний адсорбируется на поверхности металла, в ритате на металле образуется оксидная пленка продуктов коррозии. На образование пленки расходится не только атмосферный кислород, но и металл, поэтому чем толще пленка, тем тоньше становится металл. Наиболее распространенным и практически важным видом химической коррозии металла является газовая коррозия. Коррозия металла в газах при высоких температурах. Газовая коррозия металлов имеет место при работе многих металлических деталей и аппаратов. Сам механизм химической коррозии заключается в росте оксидной пленки на поверхности металла и диффузии сквозь нее от металла к краю пленки к ионов и электронов, а также встречной диффузии сквозь пленку из атмосферы к металлу, ионов кислорода или иных агрессивных частиц. Такие металлы, как барий, калий, магний, образуют легкоплавкие окислы, и поэтому не могут сопротивляться газовой коррозии. Металлы титан, никель, хром имеют более совершенную пассивную защитную пленку и лучше противостоят данному виду коррозии. Для эксплуатации в условиях газовой коррозии применяются в основном так называемые жаростойкие и жаропрочные сплавы. Для увеличения сопротивления окислению в состав углеродистых стали или чугунов вводят, как правило, хром, никель, кремний и алюминий. В отличие от химической коррозии, под электрохимической коррозией понимают разрушение металлических материалов под воздействием коррозионных сред, проводящих электрический ток. Это водные растворы солей, кислот и щелочей. Это самый распространенный вид коррозии, так как встречается везде, где есть влага. Причиной электрохимической коррозии также является термодинамическая неустойчивость металлов водных растворов. Реакция взаимодействия металла с окружающей средой включает два процесса. Анодный переход металла в раствор при взаимодействии ионов с дипполями молекул воды в виде гидротированных хонов с задержкой эквивалентного количества электронов в корродирующем металле и катодной ассимиляцией избыточных электронов диполяризаторами, то есть молекулами-миллионами раствора, восстанавливающимися на катоде. При электрохимической коррозии, в отличие от химической, процесс происходит за счет переноса электрических зарядов. Согласно классической теории электрохимической коррозии, коррозионный процесс возникает вследствие работы многочисленных гальванических элементов. Одной из теорий, значительно повлиявших на становление науки о коррозии, стала теория короткозамкнутых гальванических элементов. В начале XIX века была сформулирована теория локальных гальванических элементов, согласно которой при коррозии в короткозамкнутом элементе электроотрицательные участки металла являются растворяющимися микроанодами, а электроположительные — микрокатодами. Чистый металл с однородной поверхностью не должен корродировать. Скорость процесса тем выше, чем больше разность потенциалов между электродами, то есть микроанодами и микрокатодами, которые являются движущей силой процесса. Эту теорию подтвердили экспериментально обнаруженные катодные анодные участки на неоднородной поверхности металла. Ассимилировать электроны с катодных участков поверхности могут протоны. Это происходит только в очень кислых средах и у термодинамически активных металлов. В результате на катодах будет выделяться водород. Такие процессы называют коррозией с водородной деполяризацией. При наличии в растворе газообразного кислорода и при невозможности протекания процесса коррозии с водородной деполяризацией, роль деполяризатора играет кислород. Коррозионные процессы, в которых катодная деполяризация осуществляется растворенным в электролите кислородом, называют процессами коррозии с кислородной деполяризацией. Это наиболее распространенный вид коррозии в воде, в нейтральных и слабокислых солевых растворах, в морской воде, в грунтовых электролитах и в атмосфере воздуха. Процесс приводит либо к подщелачиванию среды, либо к появлению воды в слабокислых средах. Около 10% ежегодно добываемого в мире металла безвозвратно теряется вследствие коррозии оборудования. Основной ущерб от коррозии связан не только с потерей самого металла, но и с порчей или выходом из строя металлических конструкций, так как вследствие коррозии они теряют требуемую пластичность, прочность, герметичность, теплоэлектропроводность, отражательную способность и другие важные свойства. В настоящее время существует много методов защиты металлов и сплавов от коррозии. В нефтегазовой отрасли применяют следующие методы противокоррозионной защиты – использование коррозионостойких стали и сплавов. Данный метод связан с применением при сооружении оборудования весьма дорогостоящих легированных стали и сплавов и используется только тогда, когда это экономически целесообразно. Электрохимическая защита – это очень широко используемый метод защиты, применяющийся для протяженных металлоконструкций и в первую очередь для защиты нефтегазопроводов от грунтовой коррозии. Его смысл заключается в поляризации внешней поверхности трубы током таким образом, чтобы скорость коррозии металла стала минимальной. Антикоррозионные покрытия. Они также используются для защиты внешней поверхности нефтегазопроводов в сочетании с электрохимзащитой. Для этого применяют полимерные, лакокрасочные, силикатные, эмалиевые, эпоксидные и металлические покрытия в зависимости от вида защищаемого оборудования и условий его эксплуатации. Ингибиторы коррозии. Этот метод защиты широко распространен при добыче нефти и газа и заключается во введении в коррозионную среду небольших количеств неорганических или органических веществ ингибиторов, значительно снижающих агрессивность коррозионной среды. Субтитры создавал DimaTorzok